здравствуйте меня зовут илья и в этом видео речь пойдет о феномене престижен баса его особенностях почему он крут и почему он не крут за что можно его ненавидеть за что можно любить сравним его с джаз басом и составим психологический портрет людей которые предпочитают этот замечательный инструмент всем остальным это будет где-то ну 5-6 может быть особенность 56 причин любить и ненавидеть этот прекрасный инструмент начнем в данный момент времени у меня в руках находится супер доступный по средствам инструмент это пресижен бас копия пресижена бас от компании aria pro 2 stb series естественно эта копия естественно недорогая потому что я как сказать нищий музыкант никогда не смогу себе позволить настоящий пресижен американский поэтому приходится довольствоваться тем что есть и на самом деле несмотря на то что это дешевый инструмент там до 20000 рублей около плюс-минус он стоит это супер незначительная какая-то сумма для инструмента он тем не менее передает вот это ощущение пресижна он вам может дать вот это вот вот этот тембр вот этот густой низ вот этот вот особый такой плоский чистый тембр пресижна у это пресижен это пресижен несмотря на то что он дешевый несмотря то что это не американский но есть несколько некоторые особенности в общем попутно будем разбирать в чем же прелести данного инструмента и в чем же прелести непосредственно пресижен баса цифра 1 пресижен это самый записываемый в мире бас и да если вы хотите с этим поспорить это можно объяснить даже математически это самая первая бас-гитара цельнокорпусная и ее история гораздо больше чем у того же варвика к примеру вот его можно встретить на огромном тембр этого инструмента на огромном количестве песен поп-рок хард-рок даже металл но первую очередь это поп-рок и так далее стиле конечно ему на пятки наступает джаз-бас и реккенбекер но до сих пор на концертах можно встретить пресижен и на записях поэтому это большой так скажем большой плюс в копилку этого инструмента это это тоже за что можно улюбить потому что человек который наслушался своих любимых композиций он хочет например освоить бас-гитару то скорее всего купив пресижен он не прогадает он получит тот самый звук тот самый фирменный тот самый знак качества который на пластинках звучит и это круто это это на самом деле подкупает многих людей и с этим можно это можно понять и например слушать панк-рок человек слушает панк-рок и хард-рок он будет доволен выборов пресижен это будет тот самый фирменный тембр цифра 2 пресижен бас это супер узконаправлен инструмент созданный только для аккомпанементов или практически только для аккомпанементов это значит что если вы например играть хотите какой-нибудь джаз или фьюжн какой-то стать супер виртуозом типа вутона или еще кого-то то он вам скорее всего не подойдет этот инструмент потому что здесь один датчик всего две крутилки из этого датчика вы ничего не сможете выжать никаких новых звуков по сути здесь один звук по сути один тембр который должен заменять контрабас данную проблему супер узкости этого инструмента можно частично частично решить с помощью своих рук например играть если вы хотите играть какой-то соло быстро это быстрый типа пассажи то можно играть ближе к подставке ближе к бриджу но тем не менее все равно звук не будет таким же острым таким считаем как на том же джаз басе где есть в данном в данном месте находится сингл там будет звук четче мощнее и соло будет звучать круче но можно можно как-то вот и защититься ну зачем если есть для этого инструменты которые предназначены больше для со нежели precision также к одному датчику у нас прибавляется всего лишь две крутилки для управления всем этим хозяйством это громкость и тон и обладатели precision умудряются с помощью всего лишь этих двух крутилок выражать все свои фантазии все свои эмоции им не нужно там это все думать что-то там вот это там низы вверхи это преампы это все они смотрят на это и улыбаются поэтому это максимально просто и максимально философски это философски подход понимаете то есть это настоящая связь космосом идет настоящий поток из космоса напрямую не без всяких преампов и эти музыканты они как они проводники у них в голове все это преампа понимаете если вы понимаете чем говорю поэтому этим людям вообще не нужно это все смешно просто И с помощью вот этой крутилки они могут вообще все передать, это тон, яркость звука, например, на максимум. Или, например, можно прибрать и получить такой джазовый, теплый, ламповый звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы сказать пару слов о звукоснимателе на этой замечательной бас-гитаре. Это сингл, сплит, разделенный сингл. И во многом он является секретом вот этого узнаваемого тембра пресижна, этих густых басов, крутых низов. Вот это вот верх, особенного верха, вот этой середины, такой вот немножко плосковатый, но при этом довольно густой и жирный. Значит, это разделенный сингл. Здесь две катушки. Одна катушка работает на две вот эти струны, вторая на две вот этой. И тем самым делает этот датчик супер малошумящим, он вообще не шумит. В данном случае он шумит, но это из-за того, что он дешевый. Но на самом деле на хороших пресижнах, я играл, я играл на хороших, как-то было дело, он не шумящий. То есть в отличие от сингла, однокатушечного сингла, как, например, это на джазбасе, который будет пердеть, свистеть, если вы один включите, он будет собирать все наводки в квартире. Он не будет шуметь, только если два работают. Здесь такого нет, он супер малошумящий. То есть такой сингл по принципу хамбакер работающий. Также особенностью звука это расположение датчика. Он находится в центре, именно вот это расположение выбрал Leo Fender. По центре это потом, спустя годы, спустя опыт, он на своем MusicMan передвинул датчик вот сюда. И в этой позиции датчик звучит гораздо более универсально. То, о чем я говорил, можно играть какие-то соло, но при этом не терять низа. То есть это более универсальное такое расположение. Я считаю, это лучшее расположение, не зря MusicMan использует ее. И на двух датчиках бас-гитарах я часто использую бридж вот здесь. И для соло, например, он круто звучит, реально клево читаемо. Но здесь он находится под центром, поэтому звук больше, звук жирнее. И в некоторых моментах он не так хорош. Но в своем прямом предназначении это аккомпанементе, это низы, это датчик, это расположение, это супер круто. Цифра 3. Это широкий гриф, но здесь нельзя сказать однозначно плюс это или минус. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Но я могу сказать от себя, что если вы новичок или не такой опытный бас-гитарист, то это для вас может оказаться фатальным. Потому что от этого может зависеть ваша техника, от этого может зависеть ваше мышление, даже от этого может зависеть то, что вы будете играть. Удобство в этой позиции. К примеру, на джаз-басе шейка грифа, она сужается и гриф уже. И в этой позиции можно играть более техничные вещи проще, чем на пресижен. Но если вы опытный бас-гитарист, для вас это не проблема, вам пофигу будет на каком играть. Вы там вечер посидите, привыкнете к этому, если вы, например, играли на джаз-басе. Вечер посидели, все, привыкли к этому новому грифу или наоборот. Цифра 4. Я тоже выведу это в отдельный пункт. Это простота, дешевизна конструкции. Здесь всего один датчик, как я уже сказал, его дешевле заменить, к примеру, чем на джаз-басе, где надо менять два, это в два раза дороже. Здесь всего один, проще делать, быстрее, всего две крутилки, фурнитура дешевле. Гриф откручивающийся, поменял, спокойно открутил, выкинул другой гриф, если что-то случилось. Довольно все просто, конструкция сама максимально простая. Это можно отнести как плюс. То есть дешевизна. В данном инструменте стоит самый, наверное, простой датчик, это недорогой инструмент. И если вы, допустим, захотите оставить его себе, вот дешевый инструмент для концертов, то датчик я бы здесь поменял. И это гораздо будет дешевле, чем на там же джаз-басе. Пункт номер пять. Precision это большой громоздкий бас. Он больше, чем джаз-бас, больше, чем любой бонес, чем варвик, больше, чем рекенбекер. В общем, почти любой бас. Я не знаю, какой бас может больше быть. Напишите в комментариях. Но это важно, если вы, например, играете концерты, выходите на сцену. Вы можете, если вы, например, как я, дрищ метр с кепкой, то вы можете выглядеть с ним немножко нелепо и негармонично. Это важно, когда вы играете на сцене. Все должно быть идеально. Поэтому этот пункт я выделяю. Это большой бас. Нужно учитывать это. Это не хухры-мухры. Последний пункт номер шесть. Количество ладов. Их двадцать традиционно на фендере, и на джаз-басе, и на Precision. И в двадцать первом веке, в две тысячи двадцать первом году это супермало. Многие отказываются от вообще фендера из-за количества ладов. Не хватает. Количество струн, количество ладов. Но здесь можно сказать одну вещь. Precision, я не могу сказать, что Precision это в минус количество ладов. Потому что это в первую очередь аккомпанирующий инструмент. Это все равно, что, например, купить телефон и пытаться на нем монтировать видео. То есть зачем вам, если вы берете аккомпанирующий инструмент для рока, для поп-музыки, месить низы, зачем вам там какие-то лады? На джаз-басе это минус. Если мы сейчас разбирали джаз-бас, я даже сказал, что там, если этот инструмент позиционируется как виртуозный, как соло, как джаз, как фьюжн, более прогрессивный, они даже сделали гриф уже, понимаете? То есть, они сделали гриф уже, но количество ладов-то тоже. Поэтому для джаз-баса это минус. Для пресса это однозначно гармонично и правильно. Что касается ладов. В данном инструменте Aria Pro 2 здесь 21 лад. И я объясню, почему 21 лад намного лучше, чем 20 традиционных. Потому что у нас здесь ми. И здесь ми. Ми это одна из самых ходовых тональностей. Это удобно, когда у нас здесь ми. Здесь ми. Мы удобно мыслить позиционно, играть какие-то, опять же, соло. На 21 ладу гораздо удобнее. И это плюс. Конечно, прессы бывают разные. Была модель, например, Precision Plus с 22-21 ладом. Была модель Precision Deluxe. Там тоже количество ладов увеличено. И добавил сюда датчик еще один сингл. Для более универсального саунда. Пару слов в заключение о нашей любимой Aria Pro 2. Первый это цвет. У меня вообще существует два любимых цвета для Precision. Это белый вот такой с черной накладкой. Это просто супер сказка. Классно смотрится. И второй вариант это черный с черной такой же накладкой, но с белой окантовкой. И если там еще кленовый гриф, это просто супер сказка. Это верх дизайнерской мысли для меня. Это супер красивый инструмент. До сих пор смотрится супер стильно, супер актуально. И вот такая форма, такой цвет просто потрясающий. Очень красивый. Просто красота. Хочется держать в руках. Реально. Прям круто. Очень круто. Но несмотря на то, что он красивый, он еще и... Это все равно тот пресс. Это не просто какая-то дешевая палка, копия Precision. Просто два датчика впихнули, как на Precision вроде бы. Какой-то свой звук. Нет. Он передает все те же ощущения. Тот же тембр Precision здесь есть. Конечно, не хватает где-то, может быть, верхов. Какая-то читаемость. Немножко глуховат. Датчик, конечно, он хороший выхлоп. Он довольно мощный. Но при этом он шумит. Вот этот датчик. Если, например, покупать вот этот инструмент. И если вы его купите, например, захотите его оставить на какое-то себе долгое время. Там на концертах играть. То это однозначно датчики меняются. Ставится какой-нибудь Сэмин Дункан. Дункан какой-нибудь получше. Что-нибудь не фонящее. Потому что этот немножко шумит. И, конечно, его надо сразу менять. Вот. Но даже несмотря на этот датчик, он передает это. Даже если я, например, если даже вы возьмете этот инструмент. Закройте глаза. Начнет что-то играть. Например. Этот пресс. Это прессийский звук. Вы его сразу угадаете. Это хорошо. То есть, например, человек, который нет супер-средств. Хочет такой звук, близкий к прессу. Играть на концертах, как его любимая группа. Это отличный вариант. На нем даже есть, видите, вот эта выемка специальная. Срез-скос для живота. Как в настоящих фондырах. Американских. В общем, довольно-таки интересный инструмент. Единственное, здесь еще у нас надо отстраивать мензуру. Слышите? Не строит мензура. Хотя бас настроен, но после 12 лада не строит аккорд. То есть, мензуру надо подстроить, но это все можно сделать. Итак, подведем итог всему вышесказанному в этом видео. И попробуем составить психологический портрет человека, который играет на присиженных и любит этот инструмент всей душой и сердцем. У меня складывается впечатление, что это люди-аскеты с таким, с очень строгим внутренней организацией, с дисциплиной, которые воспитывают и тренируют свой дух ежедневно. Им не нужно какие-то миллион, какие-то там активные датчики, какой-то там преамп, 25 крутилок. То есть, они на это смотрят, как на какой-то детский сад. И у них, они напрямую связывают с космосом при помощи всего вот этих двух крутилок. Им не нужно, и у них хватает внутреннего богатого мира, чтобы выразить все, что у них внутри, с помощью всего лишь одного датчика и двух крутилок. То есть, у них все в порядке с фантазией, с внутренней организацией, дисциплиной. Им не нужно ничего искать нового. То есть, это люди-это так, это как самураи, которые спят на татами, понимаете. То есть, это вот такая вот самодисциплина, должна быть строгость, никаких там вот этих фейерверков, цветочков. То есть, это строгий бас взрослого мужика, я бы так сказал. Зрелого, с опытом, с большим опытом концерта, с большим опытом жизни. И мне кажется, все к этому рано или поздно бас-гитаристы приходят. На этом будем заканчивать видео. И те, кто обладает Precision, обязательно напишите в комментариях, чем этот бас завоевал ваше сердце. За что вы полюбили этот прекрасный инструмент. Будет интересно почитать. Все, друзья. Всем вдохновения, хорошего настроения, любви, доброты. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, обязательно, чтобы не пропустить мое видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok